Вся история человечества, несмотря на то, что человеков много, очень связана с сущностью каждого отдельного человека. Еще раз повторяю и цитирую Спинозу, который определял human being как homo sapiens, как недочеловека. Почему недочеловека? Потому что в нем борются одновременно две вещи. С одной стороны, он из себя представляет животного биологического со своим телом и со своим инстинктом экспансии, завоевывания территорий и с главным лозунгом «победит сильнейший». Если вы посмотрите на природу, то между самцами все время идет борьба за новые территории, потом территория охраняется, если кто-то нарушает, начинается борьба и так далее. И слабого животного оставляют, побеждают только сильные. С другой стороны, в человечестве, в силу самоосознания, существует такое понятие и ценность, как любовь. Любовь не только к своему партнеру, а любовь к Богу, любовь к цивилизации, любовь к природе, к родителям и так далее. Любовь к своим детям. Ни один человек не будет пожирать собственных детей, если он только не съехал с катушек. А животные иногда это делают. Поэтому, если взять историю человечества, то мы видим, что она циклична. На макромасштабе, на большом уровне, то побеждает животное, то есть экспансия, и уживает сильнейшая страна, или доказывает это, то побеждает любовь. Ну, возьмем пример Европы. Вначале была страшная Вторая мировая война, которую начал Гитлер. И после ее окончания Германия кается и продолжает каяться за предыдущее поколение. И Европа после этого решила жить в любви. И создала для этого целые институты. Искусственные институты для того, чтобы на европейском континенте больше не повторять никаких кровавых побоищ. Какой вывод? Вывод заключается в том, что полностью гармонизировать цивилизацию так, чтобы в ней победила абсолютная человечность, невозможно. Это заложено в природе человека. Именно поэтому пасторы разных религиозных конфессий, от буддизма, христианства и так далее, честные монахи пытаются нести это добро, каждый своим способом, делая то, что он может, но понимая, что дьявол существует только потому, что есть Бог, а Бог существует, потому что есть дьявол. Эта борьба непрерывная, она проявляется в этих циклах. Но можно сделать так, чтобы все-таки цивилизация в 21 веке не вернулась в Третью мировую войну. Но для этого нужны международные, более интересные и профессиональные институты, которые искусственно будут поддерживать общецивилизационную любовь как ценность. Пока что современные институты с этим не справляются. Там слишком много бюрократов, там слишком много процедур и слишком мало энергии, энергии безграничной для того, чтобы установить совершенно другой мировой порядок. Это старый кризис институтов, который сильно не проявлялся. Он проявлялся невозможностью решить некоторые межрегиональные конфликты. И теперь мы это видим в сегодняшней ситуации. Так что вот так как-то цикличность. Поэтому что нам остается? Нам остается только сделать так, чтобы внутри нас, внутри каждого из нас все-таки преобладала любовь. Несмотря ни на что. Понятно, что быть сильнейшим и быть в экспансии на рынке и уничтожить этот животный инстинкт невозможно. Главное все-таки, чтобы преобладало. Если каждый об этом задумается, может быть не сверху, а снизу пойдет другая волна. И может быть цикл агрессивный закончится, а цикл мирный будет длиться подольше. Потому что, как показала история, наличие ядерного оружия не сдерживает цивилизацию от агрессии. Она сдерживает от ядерной войны, но все остальные виды агрессии остались. А институты мира и любви начинают проигрывать. Субтитры создавал DimaTorzok